Эй, торговец, есть что новенькое? Для тебя сегодня особый товар. Субтитры делал DimaTorzok 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 И так далее, но по графикам... Субтитры делал DimaTorzok Ну вот тут есть, что пышечки добить нужно линии про сприт, а сприт потенциал у них тоже не особо сильный, честно говоря, Магнус больше в лесу сидит, остальные рискуют выходя на линии Я не знаю, есть ли смысл это обсуждать, мы сказали, что тут будет легкая подравка, прям вот так и получилось Давайте тогда обсудим Европу, у нас там Альянс, забрали такие первую карту, сейчас уже идет вторая, на канале StarLadder 4 они играют против Нигмы, там сейчас решается, кто же все-таки получит свой слот от Европы на минор Если можно, включите нам эту игру Ниже тоже B5 Ниже тоже B5 Да? Да По-моему, да Первую мы посмотрели, тут, кстати, написано, что B3 Ну да, кстати, я сейчас посмотрю на Леглебеде Точно B5 А если вам проигрывают? Ну, в этот раз по Некворцам выиграют, то, скорее всего, значит, Нигма выигрывает Да, B5 Да тут, наверное, на героев смотреть, в прошлый раз мы смотрели, что там у Вайда все было здорово, несмотря даже на вот тот вот камбэк-файт, который мы могли в прямом эфире пронаблюдать, видимо, дальше Я же всем промажу Не пошло Ну смотри, Виха тут забрал доминейтинг, и тут, судя по всему, у Нигмы прям все очень здорово Угу, хожу на то Слушай, Виха забрал доминейтинг у Джаггернаута, и при этом у Джаггернаута меньше денег, чем у Антимага, да? Тут, судя по всему, будет 1-1 Тут все очень специально На Антимага здесь сильного героя нет, он против Бэтрайдера хорош, и Джаггернаута Тут есть чем ловить Антимага Есть чем ловить, но тут непонятно, кто может с Антимагом драться, когда у ОМ6 слотов Ну просто ловить его — это одно, а когда он может просто стоять и на автоатаке лупить тебя — это другое И тут, мне кажется, вот как раз та ситуация, когда Меркл оторвелся по темпу, и там чуть ли не правой кнопкой всех убьет Что-то Хански, ну вот мы минуту посмотрели, уже 3 скилла промазал Ну пошло Так, Аразор тут, с кого урон-то высосит? Смотрю, с Антимага не высосишь, с Бестмастера все равно высасываешь А тут все 1-1 идет Да, тут прям шансов очень-очень мало Да, эти драки еще не побеждают без участия Антимага 4 тысячи То есть сколько? Мы две минуты смотрим уже, две тысячи мы играли Тем лучше, тем интересней будет финал В общем-то Да, здесь 1-1, прям в гадалки не ходи Так, давайте поговорим о других регионах У нас уже известен участник от Юго-Восточной Азии Это Boom Esports Они едут к нам на минор Они переменялись, раньше было Boom ID, по-моему Да, да, видимо, да Так они и так и называются, по-моему, нет? Ну, написано Boom Esports Я тоже подумала, что Boom ID, но написано Boom Esports Видимо, немножко изменили свое название Так, у нас китайская квалификация пройдет немножко позже, 18-19 февраля Поэтому пока что мы не можем о них участвовать Да там только первый день на мейджор сегодня Да, перенесли их в связи с ситуацией Да, всем известной Ну, в СНГ мы все еще в ожидании второй карты Противостояния Cyber Legacy против Force Южная Америка тоже там еще ничего не понятно Только Furianos там уже в гранд-финале Ожидает своего соперника Ну, и в Северной Америке мы тоже уже говорили, что Один участник известен, второго мы ожидаем Ну, такая сводка у нас по регионам Ну, давайте поговорим еще немножко о Force против Cyber Legacy Как вы думаете, смогут ли Force вернуться все-таки в эту игру? Или Best of 5 у нас уйдет? Ну, им бы точно хотелось бы Точно хотелось бы Ну и потенциал-то есть, раз вы говорите, что команды равны Нужно исправлять драфт, да? Ну, тут, понимаешь, есть несколько стратегий, которые ты можешь сыграть И в чем-то ты будешь очень сильным, а в чем-то ты будешь средним, а в чем-то очень плохо Вот, вчера они показали, что вот есть у них стратегии, в которых они очень круто выглядят Что вот там чуть ли гамбит не выиграли, причем игры выглядели очень легкими Здесь они пока идут по третьему пути, мне показалось, потому что они две игры Вчера брали на давление, и выглядело это классно Одну игру на своей половине играли, и это выглядело не очень, потому что они бегали просто толпой А вот это вот я вообще не понял, что это было На что рассчитать драфт? На какую-то темповость? Нет В лейте вы слабее, на линиях вы не сильнее На драфта зависит, пожалуй У нас был самый большой вопрос, почему не Мипа? Собственно, 22-й, почему? Ладно, Мипа, почему ДК вообще? Кого тут ДК должен устанавливать? Это, конечно, герои, герои с умонами, скорее всего Но вот почему-то именно ДК, которого мы вообще не видели Причем ДК еще не в МИТ, а в легкую Не знаю, возможно, идея была в том, чтобы как-то лайнинг прожить Противотив героя, и потом какой-то темп набрать Но банальные стэппы Мы видели, что именно на лейнинге Форс, в принципе, там не особо-то слабее были Они там даже семь фрагов нашли, в то время как оппоненты только два И если бы, мне кажется, были бы коры нормальные Они вот то, что было напикано, то вполне могли тут сражаться Так что у этого коллектива ни в коем случае ничего не потеряно Нужно просто вот сейчас исправить Переосмыслить, что ладно, ребята, мы больше вот в этой серии Такого набирать не будем Будем набирать там вот плюс-минус тех же саппортов Потому что, ну что, Snapfire все равно свое сделала И я думал, что у Лейстилера там все даже получше будет Вместо этого пришли Абадон, Snapfire, да, отдали ФБ Но после этого Лейстилера забрали У Палантимоса там фрифарма не было И более того, там даже у ДК все плюс-минус по фарму вровень было Другое дело то, что, конечно, еще темп варочка была И вот темп варку вообще некому было останавливать Ну вот Вайда-Вайда, может быть, хотелось бы еще какого-то Вот с реальностью Хотелось бы хоть кого-то, кто может хотя бы напасть Там из коров поиграть активно Потому что, ну, какой у тебя геймплей? У тебя ДК вышку побил один раз в форме 900 вот тавер-дэмэджа То, что мы отметили И, ну, у него нет еще такого потенциала абсолютно Магнус у тебя герой, который сейчас играется Как вот по стилю старого алхимика Я максимум пауэр, ухожу в лес, сижу в лесу очень-очень долго Потом там что-то буду как-то делать При этом против Лайфстиллера герой не самый удачный Даже если там он его отфармит там на пару тысяч А они взяли этого Магнуса в Лайфстиллера То есть, ну, мне кажется, просто идеологически Неправильно взяли героя и посыпались Ну, команды вообще не часто встречаются друг с другом Вот есть история противостояния Одно Бестов 3 две недели назад И Сабер Легаси как раз вышли победителями С счетом 2-1 Возможно, это тоже связано, что оппонента еще не особо изучили И как-то не смогли подстроить свой драфт И как раз Бестов 5 поможет им Да нет, но у нас квалификации в шестой день идут Ну, уже можно было посмотреть, чем играют, по крайней мере И тут Сабер Легаси они ничего не выдумывали Им отдавали вот этих персонажей Мы сказали, пака отдали, они с удовольствием взяли Темп варку им отдали, они с удовольствием взяли Сегодня такая же игра была Один в один драфт был вот с паком темп варкой Ну, сам драфт нет, но ситуация такая же Взяли рана пака, потом увидели, что для темп варки неплохая игра Взяли темп варку, все Саппорты что, тоже все Ну окей, Титан может там немножко нестандартный Энча, это вот герой, который банился на протяжении всех этих дней Взяли Энчу Так что, я бы не сказал, что как-то удивили прям Ну да, ну все совершают ошибки Я думаю, что они смогут их как-то исправить за какой-то перерыв Будем, по крайней мере, на это надеяться Но мы же видели интересные стратегии вчера от Форса Думаем, что повторят они в этот раз Драфт второй карты Хотелось бы Это была демоверсия Они просто показали, заинтересовали людей А потом как бы нет Так, ну а что у нас по банам? Сайбер Легаси сами избавляются от пака Да, ну я так понимаю, что лондруида будут банить вообще всегда Против гибкого Не хотят вообще ни в какую отдавать Ну да Сразу избавляется А он показал просто, что вот если раньше были герои в миде, которые этого как-то лондруида сгоняли Он сейчас просто вот этим медведем идёт выпуливает крипов И получается этот матча в миде очень сильно казуалится Что скажете о первых банах форзов? Герои, которые могут доставить неудобно Да, нормальные баны Тут вопрос в том, на что они нацелены в плане пика Убрали вот этого никса Непонятно, что им останется Потому что если снэп фаер, то снэп фаер Допустим, мы видим в Сайбер Легаси Вообще этого героя не приоритет Адентизируют И тут у нас тролль Свардар остались в пуле в этот раз И посмотрим, как вот это будут разыгрывать Да, тоже против форзов тролля избавляются, да? Постоянно Да, тут против всех сейчас избавляются уже Ну и тролль ФП Я только хотел сказать, что можно тролля взять на ФП и закрыть Свардаром Потому что соперник уже не захочет брать Ну и тут сразу же Марс Лич Ну Свардар должен появляться, мне кажется Вообще не побоялись так тролля взять, потому что Разор банил, мне кажется, именно в этом причина Ну они плюс-минус Хотя Разора сами Сайбер Легаси забанили Да, плюс-минус и продумали драфты Видимо Ну кто его знает, может они готовы были там и с Разором чуть ли не на ФП играть Не знаю Такс Марс и Лич Ну уже два героя, которые очень сильно от физы защищают Нужно теперь для форзового этот урон как-то миксовать Так я не вижу смысла Свардара не брать Ты говоришь, защищают от физы Мне кажется, ты добираешь таки Свардара сюда Если не банят Снэпфайр, ты берешь Снэпфайр во второй Но тут Тролль-Оракл Тоже такая связка вот часто у нас на первой стадии залетает Тролль-Оракл С одной стороны хорошо С другой стороны я уже видел, как Тролль работает против Марса Когда ты нажимаешь ульту и просто АФК его в барабан бьешь и урона не наносишь Тем более тут еще и Марс под лечом будет Что, получается нужен герой с брейком? Вайперок Тогда это уже не работает Сильврэйш ты не купишь Ну а вообще, мне нравится идея кстати То есть реально взять какого-то вайперка, который ему пассивку выключит Уже как бы проблем не будет Хотя в варенье конечно не постоишь Ну либо кого-то другого героя с брейком придумать Это чтобы Марс не был таким контрпингом скажем так Бабуля еще осталась, да? Угу Причем она хороша и одним и другим кстати Ну Сайбер Легаси не берут, видишь, вообще не хотят Так, а для фарзов точно нужен герой, который будет уже атаковать То есть в Сайбер Легаси уже есть Марс, который атакующий потенциалом владеет и тимфайтерским Фарзам сейчас нужно добирать получается то, что сейчас есть в Сайбер Легаси То есть нужно набирать тимфайт и нужно набирать атаку какую-то Вайда запомнили Интересно будет Марс Так, а что у нас осталось вот у вот этих вот сигнатурных героев Сайбер Легаси и Форз Про которых мы все время говорим Значит, у фарзов много чего осталось Тоже визаж Хотя визаж, кстати, против Марса, наверное, не самый классный герой Я вот так подумал Ты в это время со всеми суммонами попадаешь Он щитом бахнул один раз, по нему уже неприятно То есть, наверное, уже его не хочется А Сайбер Легаси остается Хускара Хускара надо помнить Обязательно, когда видите Оракова, нужно помнить еще о Хускаре То есть тут как бы важно не забыть Причем, по идее... Но с Хускаром больше Сайбер Легаси играли Я знаю, но вот тут просто под Оракова Опасненько отдавать, нет? С одной стороны, да Но посмотрим, может, там какие-то будут персонажи по игре Которые Хускара вообще не будут спасаться Забанили хусика, они хотят По-прежнему жду Клокверк Ну, это вот этот атакующий герой, которому фарзам не хватало И теперь нужен еще герой на Team Fight Потому что пока что в Team Fight Они выглядят, честно говоря, слабыми Если тролль будет бить барабан Ну, не барабан, а щит Марса Оракол просто будет как бы стоять, сейвить Клок тоже уроны не так много наносит Только в одну цель В сербе Легаси в этом плане поинтереснее, конечно Да нет, сейчас тролль может один в пять Если там Марса как-то вырубят То там... Ну, пока что его никто не вырубает После определенного количества предметов И фарма на вот этом персонаже Он, в принципе, может и всех поубивать Ну, кстати, у фарзов драф выглядит потенциально активным Вообще Паэл появляется Ну что, тролль через БФ тогда? Или андерлорд Как раз герой Одно другому не мешает Как раз герой, который даст Team Fight Против Паэлла сильный Давай, Стасян Для фарзов Андерлорд Я надеюсь, он не возьмет командира Легиона Потому что он здесь очень плох Была мета, когда Ну, в общем, Марс только появился А до этого был метик командира Легиона Играть было ужасно Так что ты, как бы, Марса задуэлить не можешь Ну, вернее, можешь, но не убьешь Прям один из худших героев для этого Ты почему не убьешь, что? Ну, задуэлил, задуэлил Другие, если помогут, то убьешь Да они тоже как-то в щит лупят То есть у меня не получалось убить Плюс проблема в том, что когда ты дуэлишь Кого-то другого Подбегает Марс Кстати, вот так вот копьем с дуэли, короче, выбрасывает куда-то далеко Тоже, как бы, работает классно Ну, точно нужно брать героя с ауешкой Ну, есть еще будет спин какой-то Да А есть еще Дарксир Дарксир Вчерашняя звезда А он здесь неплох, кстати Ну, единственное, что на линии против анча Анча щитки снимает Да, да Ну, а с другой стороны ты можешь прийти на линию и Кидать щитки на уражеских крипов Она туда их не снимает Вот такой вот лайфхак Блин, ну, ПЛ, скорее всего, расфармится здесь То есть нужен еще какой-то герой Да Еще какой-то герой Магнуса убрали Как тебе Лишрак, кстати? Мне Лишрак нравится всегда против ПЛ Я тоже хотел Лишрака предложить И тут на него пока что особо ничего и нет Причем это Лишрак, который тоже может быть под Суржами Под щитами Как раз герой, который даст тавер демеджа Ну щит ему ничего не дает, откровенно говоря Не, ну если он в притык бежит, почему? Нормально На Лишраке ты не хочешь прям в притык бежать Я бежал бы Что это такое? Я два брейсера купил В БКБ не бежал бы НЧА просто от этого страдает Марс не спасает, Лиш защищает от физи Не, Лишрак мне нравится определенно Мне кажется, это топ пик здесь Другое дело, что я говорю Мне кажется, что Сурж круто, щиток не нужен особо Лишраку Можно на клокан повесить Да нормально Или на тролля того же И если не Лишрак, то кто? Вот в чем вопрос Может быть какой-то Эмбер, да? Если забанили уже вот этого Бойт Спирит мне больше нравится Бойт Спирит Бойт Спирит Ну вот он Бойт Спирит Ну почему Спирит? Потому что стаденок выпрыгивает И... Так а почему не Эмбер? Мне, если честно, Эмбер побольше нравился под Дарксира как раз таки Под раннюю игру А как-то вот сейчас команды приоритизируют этого героя больше Судя по всему, он больше дает урона Так то как Видишь, Ашеры брали себе Эмбер Ну, и проиграли Так, и здесь надо как-то закрывать это все дело Тут новый Спирита не осталось Ну прям такой очевидный контры Хусик в бане тот же Тот же ОД, который допустим там милишников подбивает Его на ластбан фарзы убрали И... Ты скорее всего уже должен тут добирать героя по игре И смириться с тем, что Бойт Спирит фармит и ты фармишь Ох, сейчас бы конечно ПЛ спрятать, поменять на антимага Ага Было бы полегче Думаешь? А мне кажется проиграли с антимагом Не факт, конечно, что спелом выиграют, но антимаг такой Что у нас для Пикачу? Там все герои Пикачу так-то по отлетали Ну, Темпларка... Темпларка, мне кажется, здесь, когда на него буду вбегать колокверкдор и все Она на линии-то хороша Да, но по игре она тут прям очень печально выглядит Тут даже если у Пикачу будет такой же темп, как на прошлой карте, а именно Дезоль и Блинк на пятнадцатой Это вообще ничего тебе не гарантирует Появляется Кунг у нас Кунг, как раз герой на защиту, тимфайт, что Бойт обеспечит Ну, неплохой Он, в принципе, на линии у Войтспирита выигрывает Чуть-чуть, да Чуть-чуть перебивает Ну и тут он хорош, да, пожалуй, это хороший вот ласт пик такой Для Cyber Legacy, но в любом случае я не уверен Вот тут я бы сказал даже, что мне DraftForce даже побольше нравится Мне кажется, вот сделали работу над ошибками и все хорошо у них Мне кажется, здесь будет абсолютно равная игра 60 на 50 Зная, что еще эти команды, вполне возможно, что одни выиграют сильно, потом вторые, потом опять одни и так далее Давайте посмотрим коэффициент на вторую карту от наших друзей из Parimatch Что говорят букмекеры Потому что наши аналитики не могут определиться Ну, на прошлой карте у нас тоже были абсолютно равны Почему? 50 на 50 Нет, я определился, я сказал, я за Force Да, точно Ну, опять же, практически равны 1.95 Force, 1.80 на Cyber Legacy Поверили немножко букмекеры в них после победы на первой карте Ну Но все равно тяжело определить Игра будет классная Игра будет классная, друзья Друзья, у нас впереди еще очень много классных игр в случае, если Force вернутся в это Best of 5 Придаем слово нашим комментаторам Это мы Это мы, ваши комментаторы Да, действительно, вторая карта Не знаю, я вот опять за моих мальчиков из Cyber Legacy, конечно же Потому что они ведут 1.0? Нет, просто потому что мне опять нравится драфт Есть Lancer Опять, скажем так, сделали себе страховку на лейт какую-то Появляется Mars, который сможет агрессию какую-то в мидгейме сделать и танковать в будущем Первая линия прекрасная Не знаю, я опять отдам предпочтение им Force, не знаю, мне на предыдущие не понравились Абсолютно 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 Wanna play? Let's play Тут все под нашу игру подходит сейчас Да, да Поэтому, наверное Они более разыгранные сейчас У них сегодня две карты были очень мощные Сейчас третьи закрепились Будем смотреть Мы не аналитики, чтобы тут выводы делать сразу после драфта И мы просто комментируем то, что видим Будем Ну ладно Парни, парни, парни Ганга в лес Разбиваю смоук Стоп Нас еще могут заметить И под звуки Рэмпиджа мы переходим ко второй карте Force Сразу ставится вард От гибкого Центральной линии где-то Ну, на возвышенность А Void Spirit сказали то, что кунка немного должен Переласт хичивать его на центре Мне просто кажется, что вот у Cyber Legacy драфт на более ранний масс-файт То есть они вот идут с кункой 6 уровня, с Марсом То есть ставится арена неплохая на миличника типа тролль Варларда, Void Spirit Я бы немножко парировал тем, что у Forza тоже все-таки драка очень классная И у Darkseer вакуум несколько раз там улучшали Он сейчас не обязательно должен быть четвертого уровня, чтобы нормально все делать И Клокверки, Void Spirit и все это, это тоже в принципе про драку Меня смущает другое Секундочку Ну-ка давай Что драка эта выглядит как черти что У Forza А, у Forza может быть Ну, я к тому, что есть вакуум Где продолжение? Вот что Oracle в коке В первую заряжает В коке в пятерых Да, да В коке в пятерых Там стеночка Появляются еще иллюзии Тролль с ранжи С молниями Все, конец Великолепно Не благодари Писатель фантаст Потрясающий план, Виктор Просто восхитительный Да Если я все правильно понимаю Мне тоже так показалось Работает как швейцарские часы Есть ли стеной пятерых в коке? Да Так и есть Ну да Ребят, пишите, спрашивайте стратегии Все просто в реализации Поднимаем 200 ММР Это как НС иногда, да? Вот эти посты в твиттер, когда ему в личку пишут Есть секретная острота И там полотно на 4 листа 4 Суть которого сводится к тому, что надо покупать стики на базе Ну, знаешь, вот из такого вот разряда Ано 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 Ну Выложил мое полотно про стики? Ладно, шучу, конечно Короче, рассказываю Про драку Да, герои действительно прикольные Все такие мобильные прыгающие и бегающие у Форзы Но фиксация есть Вот в чем фишка Есть также не просто фиксация, есть еще и энчандрес Энчандрес уже вторую игру подряд выполняет роль Даже не убийцы, а такого развеивателя И сейчас мы видим, даже Бигнуму отдают эту энчандрес Она, по идее, должна больше собирать фарма с карты На Бигнуме именно Не хочет он, да, пока Снимать Ну да, щит уже долго висит Сейчас повисит новый Главное сейчас днаить Пытается Пытается днаить, но не все получается Пытается, конечно С батареечками Алло, БЗЗ? Это мидер У тебя все в порядке? Бигнуме их не видел БЗЗ, все хорошо Тут интенсивный кач идет, господа Тут прям Наинтенсивнейший кач, я бы сказал Курьер погибает на центральной линии Да, интересно Он умер под Т1 чужой Да Я как бы ни на что не намекаю Но я прямо говорю Какого черта он там делал? Не по всему, ошибка в адресе была в доставке Гибкий Продолжает сражаться БЗЗ В зоне Чу Батарейки, если что, есть Да, вгрызается в Бигнума Слушай, тут на самом деле Форс устроили такой дикий экшен на топе Я не совсем понимаю роль Бигнума в этом экшене То есть он пока просто бегает рядом Да, у него 7 денаев Это, конечно, классно Но... Что он дальше собирается делать? А, хотя вот-вот, с гарпи штормоделом Понятно Ну, кстати, это возможно сейчас Да, да, да Вот, все, вопросов нет Гарпи штормодел Молния решает вопросы Молния реально вопросы решает И Клокверк такой стоит и смотрит, думает Так, а что мне делать с гарпи штормоделом? Что мне делать с гарпи штормоделом? Нет, гарпи штормодел – это ультимативный крип Кстати, под вышку к Марсу приходит огромный пакован И мы видим по ласт хитам Он на вторую строчку сейчас выбирается Возможно, сейчас в какой-то момент и на первую выйдет Не дали ему рунжового Так сейчас можно напасть Можно вообще на Оракла попытаться напасть? Да Привязал двоих И в итоге сейчас не стоит идти дальше в атаку Лич еще один нюк может кинуть Но пока у Марса здесь все хорошо Хороший старт у Марса – это очень опасно Потому что герой, который получает какой-то Владмер Дизолятор потом И он становится вот такой соло единицей С которой сложно справиться Он просто потом будет занимать хорошую позиционку И все И все ваши тролли под ультами Вот эти Клокверки Дарксиры Сурдж становятся менее эффективными Потому что у вас поле действия более ограничено И все Наши друзья из париматч Сайбер Легаси 1.66 Коэффициент 2.13 На форс Как-то так Отметили Опять Сайбер Легаси Смотрятся здесь фаворитами Ну и неудивительно Сейчас стадии лейнинга Мне кажется будет Протекает Третий герой сюда приходит Но должны забирать здесь лича определенно Батарейки работают Но Это опять я же говорю Третий герой Против даблы Вполне логично Что должен происходить фраг Битва за Савуха сейчас будет Смотри Ну У Чапи есть копье Он насадит Савуха Нет Не насадил Там Oracle говорит Я решаю вопрос эти Кто кого куда насаживает Да Это я решаю 나타�ное Что интересно Позицию у него Oracle неплохо устроился Ему нужно тогда скин сделать Эээээ side Такая шуба С огромными воротниками Такая шуба Это будет аркана У Кунки есть такое сет Да этот доллар какой-то с бриллиантами крутящийся баунти переклацал дупельган пошел знает что сурджа у него нет копье откатилось еще одно замедление 3 секунды до еще одной пассивочки а тут 5 секунд до сурджа нет ну и вот вот к чему эта беготня плантимос вообще ни к чему вот именно стоять и фармить иди просто афк бей пацанов и полонки мост какой то вы задолбали то вам не нравится что я афк фармлю то вам нравится что я афк фармлю вы уже определитесь просто бывают разные ситуации когда эта стратегия хорошо влияет на исходы других когда плохо 3 крипстата красненьких сверху это плохой знак вообще форзы видимо уже с ленинг начинают не очень приятно бигдума вот кстати как 7 на 11 как 11 добитых было алда у него там 07 было кажется еще что-то подбил дараксиру где-то помешал но сам вот он только-только третий уровень получает три плана ботами лич подтянулся третьего уровня и уже думаю не так агрессивно форз будет себя вести на этой линии потому что инча плюс лич это много дэмэджа так вот спирит что есть подформил дэм 26 на 1 вроде как все неплохо но у кунки 38 на 16 вот что сказать тут тонна просто дынаев он еще успевает он еще ли я забираю да 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 у него скоро седьмой уровень 4 5 блингер и прекрасно себя чувствую так конечно сейчас он добивает здесь четырех крипчиков но денег на них дают очень мало так что вот эти last hit они полную картину не отображают да не он у него все идеально да мне с этим вообще не спорим то что у него линия прекрасный мы видим при счете 1-1 преимущество уже с ним тысячи а это при равном фарме скажем так ну смысле при стадии а фарм равный но башни на месте до убийств нет это значит что это просто чистый перри фарм тикачу убивает еще и бзз соляного я так понимаю по центре может гибкий сейчас забежать чапи пока еще который уровень поэтому нормально отличный двойной прыжок от кивкова вот это тот самый войд спирит которого стоит бояться который приходит с ранним шестым уровнем и но это это был идеальный проказ вот если вы когда-то хотели увидеть идеальный проказ на войд спирите вот это был он тебя просто ульт по двум героям которые вообще ничего не подозревают супер взрыв получился но глобально это повторно не меняет до 1 и 2 все было копье но сути дела не меняло ну кунка в скором времени тоже также придет с корабликом ким ты крестом может прийти вопрос только куда кого убивать мне кажется под шестой уровень можно и к марсу прибежать с ареной подраться но в нижней при перебежке нижнюю часть карты там стоит вар зеленый поэтому форза могут быть готовы к такому выходу они еще продолжают здесь от воды делать держит у себя линию под башней более-менее приходит марс где мой опыт почему это испорник 6 получает 6 власти копье батарейки работают здесь жилищ нюк должен быть бьется поперок поставил коги ну и вроде как на этом стычка заканчивается чапи первая арена скажем так не самая успешная не хватило почему не подождал да 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 вот это уже бежит к тебе у тебя же есть пол в тимспике там или ну да тебе говорит сейчас я пойду дайте 30 секунд там даже не 30 секунд вот реально 10 секунд было между тем как все это закончилось и панка появился прибежался просто так потому что ребята уже так мало того что кунка прибежал просто так еще и лич умирает отклока ладно может он и не умрет но у него как бы проблемой они тут тоже как-то плохо сыграли потому что лич должен был зайти просто в торрент заберут скорее кокерка здесь хотя выхиливает он дайдбрингер решает вопросы откинули на копье тролль варвар да идет до конца ряда гибкий если он попытка сделать тп конечно убивает репорт пошел торрент еще один тайтбрингер пытается отвлечь здесь как-то неплохой копьё но я не уверен что хватит дача чипа то транс хочу убегать подальше этого вот это развороте пошел сеточку получил подходит сюда также я четвертый уровень сейчас должны быть импетус импетус пошел раз подходит так же чу еще нюк будет от леча будет спирит должен добивать кунку отличка залетает да устроили какой-то конвейер вообще не нужны сайбер легаси вообще-то вы закидон организовали это максимально профессиональный профессиональный закидон все начиналось вот с этого с этой комбо вам бы которую мы с тобой обсуждали подожди кунку 10 секунд потом нажимай кнопки после этого лич соло дерется у него есть информация о том что кунка ставит торрент он убегает от торрента не насаживает противник ну что произошло то есть это вот у меня в игре может такие но могут такие вещи происходить один мисс вот этот может конечно уже немного устали вообще-то четвертая карта очень рано уставать роман потому что ну часто у профессиональных команд два быстов три в день это абсолютную норму я понимаю я в обычные физические возможности организма иногда такое случается когда ты уже там шестой седьмой час играешь у тебя просто некоторые интуитивные рефлекторные вещи они отключаются потому что ты уже такой ну можно быстренько залить три карты и прилечь и прилечь это вообще отличная схема три по 15 и через 45 минут ладно через час учетом драфтов ты уже лежит звучит как неплохой план надеюсь команды где-то его в виду имеют ну все тролль уже в лес перебрался гоняется есть маски нет поэтому отжор как-то сильно отжирается но при этом крипы ему урона практически не наносят выход с маке на то планируют с волшебством кстати гибкий под щитом круто сейчас можно наброситься они видят фантом лансера он на варде пар мир можно нацепить алло пейл это роман ганг пытается обмануть обманул обманул пич защита будет это щит как-то с опозданием очень пошел уже добили фантом лансера 30 секунд его не будет арена поставлена но тоже не для чего никакого продолжения нет хороший фраг убили топа димпан и творцев тут спасибо варда нужно говорить да тут не конец заливная продолжается в лично пришел вообще цель кэбла ну залить я другое цель я не вижу вот назови мне хотя бы одну адекватную причину сюда прийти повесить какой-то армор на вышку микросон не в кд был после лансера и не могу повесить нет а ему обязательно вот здесь нужно было находить повесить это так уж получил ну ладно слушай так это да получается один-одиночка заливная пошла но не она не то чтобы пошла в самом разгаре она в самом разгаре да и вот 2000 вели понимаешь был счет 1-1 и во время лейнинга 2к перефарма чапи ставит паузу он пишет лайк но я знаю что происходит что происходит ребят чем происходит давайте остановимся давайте что-то поделаем потому что так мы зальем игру за 10 умирают один за одним уже на протяжении пяти минут я уверен что никаких лагов нет это просто тактическая пауза типа ребят давайте соберемся хватит дохнуть и это вполне резонная претензия можно быстро забрать внимание романыча а там еще песик прикольно вот этот стиль рисования не знаю как он называется но он классно мне нравится где еще с такой обводкой дело не в слове водка в слове обводка информация не дошла еще одна пауза по-прежнему лагается ребят парни пинча инфопринга и пинг пинг слишком большой диффуза на фантом лансере он конечно топ-1 но тролль вот с такими уже топ-1 уже да уже его начинает гонять это очень плохой знак для пл как раз воевать с этим троллем в скором будущем ну вот вели 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 там две три тысячи в итоге все залили зачем почему ну у этого ведь не было серьезно аргументации не был конец вы при этом не не шли ломать башни вы даже толком свои стороны не защищали перед бегала вот по карте делает один раз на другой устраивал то есть лансер бы продолжал при этом форме и все было бы в порядке вместо этого ввязывались какие-то непонятные драки где упустили абсолютно все преимущество вот опять вот так леч пытается там пожить если крест чем-то зацепить нет вы теперь это просто выпрыгнул вот там можно наверху зацепить а погоня прошла и пуза есть ванскор сеточка налетает очень много дэмэджа без ман его здесь оставляют и должен погибать вот тот самый фильм николасом кейтлин есть ли фильм в котором не снимался николас кейт не знаю мне кажется везде он где-то но мог принимать участие там продюсер помощник продюсера еще кто-то вообще отличный актер не знаю что за претензии показалось мне наверное что-то кунка уже все кунка на 15 минуте через крест линию отпушивает все что надо знать об этой игре об этой игре сейчас шадо блэй появится по любому лаги надо обсудить вот это игре паузу он поступок пока дает пока эти вопросы ничего не решают это 15 минута но это просто подрунку участной на нижней руне возможно будет махать себя на я еще знают барс поставил арену неплохую на троих и может попробовать прислать на корабль есть платили есть артир здесь врезались надо забивать как нажимается меха пытается зафокусить арена подходит к концу иллюзии бегают импетов залетает вырубили к локверка как граунд поднимается кунка кунку пытается выжечь есть топор проходит молнии нажимается по тот раз переключается наличали сейчас хватили теперь инча следующая цель бигдум тоже погибает это гг походу да это очень похоже на 1 1 потому что удачный файт наверное уже не будет арена в троим на старте стянуть их нечем еще ближе то есть арена это уже неплохо вроде как если только сейчас форс не будут ходить на хайграунд дождутся шести слотового ланцера и тогда возможно их будут как-то растягивать там с помощью люди оставлять без манны и прочее 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 но я думаю что форс должны понимать что сейчас просто сильнее сейчас потрачены все ключевые ультимейты это корабль это арена это чайник леча там не было это помимо он еще по экспедиент качался на 16 минуте серьезно все будет чайник наличие смотри 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 подожди но пятый уровень 16 я заняду одно отстань от него я к нему не приставил я приставил к его команде опа тп тп в центр хорошо на под сейф поймали кого-то там клокерка это поймали шестой уровень леча подходит вот он все хорошо на самом деле был бы чайник в том замесе возможно все пошло немного иначе да но то что ты на 17 минуте бегаешь без 6 уровня это я не знаю косяк кого команды типа тейкспы не дают или твой ты ее просто не берешь там где она есть но в 17 минуте на саппорте 6 уровень должен быть и кстати да я согласен что во первых леча в целом в этой игре нет мы его не видели толком и его там замесе внизу да он бы пригодился потому что иллюзии дарксира очень много урона в итоге наносили во первых там были иллюзии пэлла которые плодиться начинали какой-то неистовой скоростью и да ds подконтрил подконтрил фантом лансера ну и как говорилось ранее есть хорошая драка у одних и у других но так случилось что арена в которой зажаты были герои стала больше тюрьмой для самих cyber legacy который в итоге из этой арены выбраться и не смогли хотя ничего не мешает аквила вам брейс вам брейс это неплохо аквила тоже аквилу тоже хорошо да плюс-минус равные артефакты выпали шаду блейд шаду блейд вот для чего вот смотри есть шаду блейд на кунке пичка с инвиза больше я не могу ничем я объяснила кого-то посадили на крест ну и что дальше ничего это бы зашли с чего отбегаем на ботами тоже пытались зацепить героя ничего не вышло убегает отсюда марсевич 15 7 тысяч он к с небольшим преимуществом ну только ждем кого-то импакта от лансера больше но смысле не импакты сейчас а просто фарма 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 пяти там четырех слотов важных и что будет с помощью доппельган как-то раскачивать контрольами какой-никакой смог обнаружил чапи надо перед отсюда уйти по его что зацепит слушай за доджу контроль конца бай прожат стики имеются оттолкнувся еще живет может быть на т2 хоть кто-нибудь фига размансил размансил да вот когда он верил что он отсюда может убежать не попал на контроле но я подумал что есть там у клокверка был хукшот но он его видно просто не хотел нажимать или траектория была не подходящая ну а может просто посчитали что раз уже да мы за ним гоняемся 10 секунд может быть и телепорт какие-то были сделаны и что мы сейчас прям в ловушку запрыгнем варды глубокие устанавливают форза и уже переходят в наступление активное хотя по экономике мы видим что все сверх ровно больше пока по инициативе преимущество зеленых пл пока не живет вот такое количество разных там на центре стычка должна быть нет уже это уже есть а уже разбежались разбежались да было маленькое столкновение cyber legacy решили отступить lancer мы видим активность лет пушит топ на юл на гибком теперь он будет надежно ловить разных бегунков гораздо проще или зацепить контролем своим разменяли т1 на центре на т1 на топе lancer там продолжается с иллюзиями пушить ход у нее есть защищается по магическому урону в основном ну и те кто panzer lancer там правда там и у марса хуй и у lancer судя по всему два пайпа ну мария да два пайпа идеально хорошо я просто смотрю на количество магического урона и думаю что да это именно то что нужно это все сарказм господа не надо сразу мне там уже писать что-то там в личку страти все пишите ему в личку не надо где можете иногда писать мне когда скучно я даже захожу и отвечаю всем подряд а ты таким не занимаешься я стримлю много не естественно вопросов наличку практически не остается отмазался короче я тоже между прочим стремлю что я все равно отвечаю ага когда будешь стримить столько сколько я тогда и поговорим когда ты будешь стримить столько сколько ты стримишь с двумя детьми тогда не планировал скорее всего будет развод не планировал такого вот понимаешь есть один нюанс много нюансов до это так что пошел рошанчик сетка есть начинают фармить есть телепорт от мансера они должны прекрасно понимать что происходит собраться как-то слушайте надо поторопиться на самом деле хотите там с помощью арены корабля и так далее подраться они уже не успевают они станет вообще ботом в надежде что кто-то там будет мешать ломать это 2 никто не будет мешать ломать т2 потому что здесь все форме от рошана вот или порт пошел клоуфер там ворвался я вижу завтра марта бывает мышку копье а тиммейт подтянутся я вижу чапки разбирает будет пирита практически добил пошел торрент неплохой падает просто по клокерку выпрыгивает твой spirit кокер просто уходит пешком что происходит чайник начинает рикошетить чу может быть и погибнет здесь в з з з минус в з з з у пил кстати вакуумом подсосать так что ли сейчас берут здесь точно не знаю будет ли продолжение куту драки этой но в целом если бы торрент был чуть пораньше и поймали будет спирита скорее всего там был бы фраг долю секунды да раньше он бы не успел спрятаться в лунку эту и все и и тогда бы под развалили да но в сухом остатке что мы имеем убитого рошана правильно брать деньги опыт для форзы вроде как форзы все все сделали они доделали вроде бы там трой всех добивал на имею ввиду всех рошанов и в остальном да в остальном все ровно был ушел афк он видно понял что с командой ловить нечего и я пожалуй даже поддержу его здесь потому что я тоже не понимаю чем ему заниматься вот видеть с этими четырьмя молодыми люди такая спирита нужно умирать здесь пошел так много демонов герой исчезает фокус фокус свой спирита причем он еще при этом ульт не тратит просто обычные три кнопки свои прожал лича убил но лич там совсем беден так есть lancer выбрался на теченку вперед от траляки забрал т2 пошли марса марта тоже все не уличная с дайкера до хукшот будет вакуум будет секвально тп больше нет клев по и сражаться будет ржаться как лесу и пошел вон потому потому не собираюсь разговаривать это это не та разборка где один на один есть просто ты зашел на вражескую территорию тебя монтировкой завивали четыре человека монолог какого-то копаря знаешь такое обучающий тут туториал туториал по званию по ночам утра еще не какой-нибудь знаешь это вот так это был он ну ладно форза я смотрю тоже вот они подрались подрались вроде бы начинают побеждать с лансером слышали услышали уже это гг от комментаторов и и все и ждут от игроков и ждут теперь от игроков кораблик пошел баф есть корабль приклеил никого накидывает но никто не саппел в спине вон скоро вырезает в это время вырезал ну а почему за вам скоро была пачка иллюзий и и куда у него здоровье делать роман может он просто утром и травелов не видим до травелов нет тп не в кд тп не в кд и я видел иллюзии фантом лансера гоняющихся за ораклом нам нужно разобраться в ситуации нам нужно это нужен повтор потому что все я чувствую как у меня начинает славит славится крышем и плата твой 0 от наших друзей спариматч на форес 176 на cyberlegacy по-прежнему верят cyberlegacy что бы ни происходило на карте мы видим фавориты мечтает им ней защита от леча на вышку поэтому тролли не так быстро спушивать приходится делать тп на т3 потому что там ланцер грызся ой неплохая аренка рисовать ну дальше тп сбить чтобы ланцер там выжил тем временем чу без мана остается импетрацы летят еще один забрали кнопка и будет спирит погиб как тебя здесь возможно еще и органа не отпустили от плата строй нажимает батут раз поворачивайся копьё неплохо тиммейты кричит марс а тиммейтов нет впринципе его жизни уже больше нет сейчас ему уже не надо там страна горит там да там вот эти все развлекаловки пока происходили пл просто под шумом сломал казарму пум-пум два телепорта и вот так вот бывает ты вроде бы выигрываешь выигрываешь потом бах оказывается ты все это время проигрывал по золоту до минус страна аренка была поставлена не зря он там телепорты все эти сбивал не давал им пойти за дефтс от фантом ланцер видимо да видимо установка была именно такая нравятся мне вот эти кунки знаешь он взял себе коготь shadow blade и бегает по 400 так трезь а как только дело доходит до замеса там вот это тебя сразу глаза как у котенка такие слезящиеся я ни при чем и вообще я просто мимо проходил уже скоро зависло будет да потом еще какую-то тарасочку добираешь и может спокойно сплит пушить вот тут уже начинается проблему воракла потому что не напали он не успеет ничего нажать его зафокусят войт спирит тоже есть под фокусом окажется минимальным может не выйти из-под контроля потому что запас здоровья не такой большой тысячи 600 всего там есть и ул там есть кристаллиц но если тебе там башар на голову уронили и следом летит какой-то торрент тенистер гейс или что-то подобное если ничего поделать не можешь а ланцеру дай две-три секунды он тебя сравняет смотри как форда агрессивно забежали смог нажали и все и все нет они пойдут искать они сейчас подозревать где находится да кто-то из противников тот нижняя часть карты да все сразу и отправляются настоящего ла зацепила но в итоге получили шаллечь все на гибкий пошел дальше в него как колдует порогал смотри как интересно сейчас можете получиться на борту залетает еще продолжается действие рутов приходит арксир тактип просто смотрит выбрался выбрался арену вы сейчас поставить есть арена отличный врыв а поможет где книги не будет пикачу там не стал добивать когатю нейтрал фотографии где ты стойка когти вот только тигры кого-то ну да это кунка с когтем и шадо блейдом не я понимаю что cyber legacy решили согласиться со своим фантом лансером перестать видеть и поэтому не лезут вот в такие драки которые знаешь непонятно заранее как будут заканчиваться бигнум драгон лэнс два браслетика красиво просто если они продолжат равномерно от отъедать своих персонажей cyber legacy имею ввиду и у энчантрас будут также имеется артефакты то она по полезнее будет чем тот же клок еще телескоп выпадает ну отлично у тебя драгон лэнс телескоп ты энчантрас все ты выиграл в обратную сторону получается на ну вот такой видишь я ветреный хардин и постоянно не постоянно порт сейчас шоке вообще честно не писали не мы думали что поиграть от час копы все знаешь как говорят в футболе не забиваешь ты забивают тебе вот здесь такая же история ты еще одна народным да 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 здесь пока все пл уже скоро вы вырвется из-под контроля как только появится и бисалл в целом неплохо впитывает урон урона по области и правда очень немного вот против фантом лансера конкретно в этой игре почти ничего нет возможно там дарксир и узи они чуть-чуть контрят и молнии да на строляке они тоже чуть-чуть фонд поднесся так смотри сразу телепорты на верхнюю линию в принципе вы нужны сейчас личка будет стычка покажите пожалуйста должны поймать кого-то будет спирит марса должны схватить его контроль будет ставится не будет сайт контроля файл уходит куда-то вправо чайник вылетел отличать и рикошеты пошли по сайлансом есть торрент корабль приплывает выпрыгивает это будет спирит запрыгнул в арену гибкий его можно здесь просто забирай 60 секунд его не будет в догонку летят импетусы бзз тоже зацепили еще один импетус бзз погибает погоня продолжается крест есть на тролля это уже минус 2 и тролля отсюда вряд ли уйдет потол транс у нее есть он может его нажать конечно он не поможет ему 70 секунд его не будет они возле хайграунда просто подходит это минус 2 стороны получается скорее всего это возможно минус 3 стороны на самом деле там т20 а ну тогда ладно тогда две стороны а может быть т4 может быть да попробуй да не ну блин строн я думаю они не подтянут так и писал в батарейки не помогают против фантом ланса особо погибает тоже без байбека b4 ребят можно уронить я считаю вас 40 секунд времени увидите что байбеков нет почему бы не ломануться в т4 просто барака нет не хотят т4 хотят еще один миличный забрать я в принципе более более надежно действует просто внутри учаса на таймере там десять секунд у еще одного героя и пока там начнется какая-то заварушка вы все равно мега крипов не сделать просто не сделать физически ну тогда отступаем 9000 преимущество отступаем на рошана рунка double damage как раз таки лежит в ланцеру поможет что ему лансер он уже добрал я думаю эбисол там было видно что он на кнопках с помощью него врывался и дальше по планам ну 1600 в руках пока и пока не обозначает д.д. чекаем рошана ракетка сюда залетает нет не стали почему нет вот почему нет не знаю не знаю может быть арена в кд у кунки абсолютно нет маны решили то все есть ну ладно кулька там сейчас если перестанет кресты торренты спамить то все будет я думаю сейчас будут уже драться потому что этот рошан сейчас основная отправная точка для обоих коллективов да теперь форты такие ага и чё это мы наделали и как-то так получилось что мы выигрывали выигрывали это гг это уже было гг и а а теперь внезапно у нас не двух сторон до где мы свернули нет туда там где подрались без байбеков я думаю не они просто должны для себя понять что фантом лансер его все равно лучше не выпускать и вот вот я говорил про энчантрас прошлой игре что ей бы не помешали артефакты какие-то но она там и без предметов вывезла в этой игре бигну масла ты есть и уже приличное количество сейчас чем быстро поднимает трой марса нашли варинг да он уходит просто отсюда и есть информация о том кто где находится пошел юнча пытается захватить есть фукшот пикачу тоже бьюти вижен прибили тролляк там импетасы залетают гипни погибать еще раз чайник залетает троллимпе залетят очень много зашло пытается отлампириться но это иллюзии поэтому маловато шанс но он фуловый он фуловый по тот ран заканчивается ему недолго бегать просто осталось сейчас будет пинок есть крест есть торрент здесь же ланцер не выпустил просто из контроля и метро взлетают соль плечи вот все все что хочу сказать для файл и инчи пошел байбек от роля но они пойдут по центру скрипчиками либо на рошана сейчас вернут и заберут аегис сейчас крест да 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 я накинулся нормально видела и ты такой фух надо бежишь там чуть-чуть 20 секунд больше 20 секунд меньше подумаешь вот он забегает наставили вижен пошел рошан смог они решили не фармить я просто пойти и подловить на том что враги думают что они фармят рошана формится мало все спалился кункевич чапи никого не может настигнуть вот и посмотри что они делают господи cyber legacy вы чё правда этот учитесь из игры в игру но это круто я вроде бы так подшучиваю но это на самом деле классно просто если помнишь до этого ребята в принципе избегали эту локацию и воевали со своей стороны даже обладая огромной прибыль что падает рошан идут подраться последний раз пикачу уходит shadow blade знает то что увидит набег пошел на тролля без маны остается пока бы нажал я либо в дизарме но в дизарме будет спирит пытается заполнить листы прожимаются корабль поплыл неплохой вакуум конечно под бафом все находится чайник и часть залетает гибкий дается хоть кого-то убить лично забираетесь правильно заканчивается ультимейт рикошеты продолжают летать гибкий еще буквально пару тыч короком пытается его заслепить вольф грызается фантом lancer есть соло крест надо спрыгивать на лоу-граунд так есть он уходит сюда подальше кунка должен погибать копьё там пролетает рядышком оракла куда скидь подальше отсюда ванскор жив цел орел камбайку лет минус 3 можно забирать рошана тролль выжил у ланцера тараски нет поэтому здесь а вот там будет спирита забрал каким-то чудом еще и петли салетят тимон погоди у него еще есть эбисон в теории и мост сейчас может еще напасть на какого-то блок верка и и разорвать ганг использовать фантом раш пошел надо запрыгивать на хайк граунд тупик ганг затопнул запрыгнул но здесь уже щиток есть хилл можно забирать дарксира пока рост можно можно погоди погоди это еще не конец они идут дальше они идут дальше закидывать остановитесь пожалуйста там жпл 6 слотов леча да ребятишки вошел люк на форстафи до лограунда доехать не получилось ворога забивают иллюзии почти забили его иллюзии но ланцер уже находится на базе времени выиграл просто тонну кунг появится через 40 секунд марс через 20 не знаю пойдут ли и рошана не пойдут понимаешь да они потеряли войт спирита они потеряли опять же очень много времени уже появляется марс они не могут просто пойти сейчас форза забрать этого рошана игнорирует тараску то есть да тут ну было показано что может мансить и в теории вот с этими мансами он бы мог все время находить с фуловой да может может но я тоже на самом деле очень уважаю тараску как артефакт пэля может считает что недостаточное количество уже урона у него персонажа сгрызает любого не не он-то сгрызает но это больше похоже на покусывание деснами чем на какие-то хищный оскал для хищного оскала вот бабочка подходит идеально а так ты просто вот это делаешь никто не умирает это было видно что он много времени тратит на героев есть ответ на и безу о кстати я не обратил внимание на тролля какой талант про на двадцатом уровне мы не так не чисто поражать стан есть пошел торрент зацепили до конца фармит это нагло конечно кираса прилетает к пункте мар запрыгнул есть я писал пытается зафокусить дэмэджи явно не хватает ставится арена по тот ран потратил сейчас просто чтобы чуток размять марта и вот он подходит концу пошел крест пошел корабль стана торренте пытает роль есть попытка засейвить его от оракла чайник взлетает пошел дэмэдж здесь живой спирит надо добить тролля я думаю это основная задача сейчас дэмэджи он наполучал еще можно пробить копье залетает роль погибает на торренте байбэк у нее 110 секунд но это ошибка конечно он потратил паттл транс просто в никуда он уничтожил щит марса не более того прошу посмотреть на право здесь нас бегом на энчантрес четыре слота ладно допустим просто траган лэнс вернее кирикен пайк два браслетика общая ценность 9 500 против энчантрес будет спирит общая ценность 15000 переберутся в доверху ну так и есть я думаю что опять же хороший выбор и че она опять же и все вот эти щитки все эти штуки снимает спокойно при этом она очень круто взрывает героев по типу тролля вот роль например смотри почему я спросил про талант на уворот потому что ты со своими клятвами топорами вот как ты попадаешь по энчантрес топорами назови мне условия в замесе когда ты попадаешь топором тянули больше никак вот а талант тебе дает вот возможность я понимаю что это скорее всего не ну как быть ну блин то вороты там могут сработать могут не сработать но если ты два импетуса не впитаешь это плюс 500 кп так что падает строение снова арена марс ведь не получилось такая просто зонище в случае мега крипы готовы там лича в это время съели переключаются на т4 фортификейшн прожат и сделает байбэк надо прилететь к тиммейтам крипы на хайграунде имеются т4 падает но это минус трон скорее всего 17 еще есть да защищаться практически нечего ворвал свой теперь зацепили и петли пошли пукшот корабль для бафа гибкий отправляется в стан настреливает им часть здесь марс расковыривают дальше дарксира пытается уйти накинулся стерч убежал трон стоит пока пока стоит рот пока стоит рот гибкий остается без маны запрыгнул недалеко ли ты прыгаешь то ну пока это не конечное доллар то вроде как спасает и ничью тоже на форстафе уходит отсюда подальше на кресло садили дарксира какой сейчас верт вернешься назад конечно ну ладно все же уже работает поэтому он опять убегает задефались вроде кое-как ну как задефались пока пока не будут постоянно на базе да есть молнии тролль с ними будет хорошо защищаться cyber legacy имеют полное право сейчас отступить немножко отдышаться добрать какие-то артефакты на вырученные дивизии с этого забега и все и потом идти добивать могут в теории вообще даже подождать следующего рошана если они совсем не уверены в положительном исходе следующего забега на базу на чужой есть у них два выкупа на марсе на пункте можно попробовать через них инициировать драку если вы такие авантюристы например и просто до либо надежно посидеть по фармить да на это уйдет еще минут восемь наверное но лучше через восемь минут играть со счета 20 до чем через 15 минут играть best of 3 да вот как то так так и есть народная мудрость датерская так что мы тут можем типа возмущаться не возмущаться но я полностью поддерживаю это решение я как бы возмущаю но поддержкуратненько идут дабл дэмэдж есть текунки 24 уровень сейчас попробует пробить а что взял фантом мансер в качестве таланта минус пять секунд понял по порыву но добавить поле не там акбат у транс пошел пытаются убить пункт к набирает дистанцию лопнули уже кокверка вот здесь не будет вам от корабля пошел ланцер просто начинает месить троны петта залетает в з з з у нас тут надо что побить кто пульта подтянуть по за за еще один эффект погибает выкидывает эту тролляку пытается засейвить пикачу гудгейм пишет порт 2.0 пользу сайбер легаси и они задушили базу и они в одном шаге от заветного слота на минор да они на самом деле я вот еще раз говорю пока что они действуют наиболее академично я понимаю что это все делается с поправкой на это малый опыт соревновательной доты и всего такого но я имею ввиду на хорошем уровне на высоком уровне но здесь пока к ним вот и ты смотришь форзе там пошли где-то фиданули там вроде бы начинают такое было и у сайбер легаси в какой-то момент они как-то собрались да вот это пауза лаг и после этого все более-менее собралось лаги прошли да они пошли перестали видеть бегать и хотел бы еще отметить что даже вот между картами виден прогресс по их перемещением по карте я там сижу возмущаюсь вот вы здесь локацию не заняли у вас следующий рошан тут пусто ни одного варда нет все ребята понимают это уже в следующей игре они нажимают смог они идут выбивать эту зону под свои там какие-то вардики под еще какие-то вещи но это круто это говорит о том что они вот прямо сейчас сидят и готовятся к под матч и вообще супер и об этой карте поговорят сейчас наши аналитики после маленькой рекламно-музыкальный пауза